Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 40-й главе книги «Бытия». Здесь мы видим следующий уже второй эпизод длинного повествования об Иосифе. Еще его называют Иосифом Прекрасным. Это момент, когда Иосиф в результате козни жены своего хозяина Патифара оказался в тюрьме, в царской тюрьме, ну и там сидят царские узники. Как это обычно бывает у царей, там периодически оказываются непонятно за что и с непонятными перспективами вполне себе высокопоставленные люди, в частности главные виночеркви и главный хребодар. Вот почему-то оказались в этой тюрьме вместе с Иосифом. И начальник телохранителей, собственно тот Патифар, человек, который засадил Иосифа в эту тюрьму, вот он к ним приставил Иосифа, который им служил. Причем, заметьте, что автор этого рассказа здесь вообще не интересуется и не пытается даже сообщить нам, за что и каким образом оказались в тюрьме этот виночеркви и этот хребодар. Вот, ну, как бы для него это такая естественная вещь при дворе. Немножко виночеркви поработал, бац, в тюрьму. Немножко хребодаром побыл, опять тоже в тюрьму. И вот так вот это все между почетом и тюрьмой как-то у них там умещается. Да, и так вот виночеркви, хребодар, им прислуживает Иосиф, и они пребывают несколько времени в этой тюрьме и видят сны. Видят. Однажды виночеркви и хребодару царя Египетского видели сны, каждому свой сон. Обоим в одну ночь. Ну, собственно, скорее всего, это говорит о том, что и для источника предания, и для автора очевидно, что люди, по крайней мере, более или менее здравомыслищие, вполне в состоянии отличить какие-то незначимые, легкие рассеивающиеся как дым, видения, навеянные плотным ужином, от действительно снов, которые являются своего рода какой-то такой формой откровения свыше. Обычно достаточно частного откровения, но все-таки происходящего откуда-то свыше. Вот дело не в том, что сны увидели, но мало ли, кто-то видит сны, кто-то не видит. А они это увидели в один и тот же день, как бы таким прикосновением чего-то высшего к ним, и поняли, что что-то им кто-то пытается сказать. Тоже, понимаете, рассказчик, автор, который записывает этот текст, очевидно, совершенно не собирается даже краем включать в повествование каких-нибудь египетских богов. Он вообще старательно делает вид, что в принципе не существует. А если кто-то думает, что существует, то это все чушь. Вот нет этих египетских богов, поэтому он вынужден не говорить о том, а от кого, каким образом. Если это Двеночерпий и Хлебодар воспринимают откровения во снах от единого бога, бога Израилева, ну, очень странно было бы это видеть. И что они тогда у единого бога не спрашивают. Истолкование этих снов. А если нет, то у кого? Вот что-то они такое почувствовали. Это тоже такая поучительная, если хотите, вещь для библейской культуры. Кое-что похожее, да что там похожее? Прямые цитаты, на самом деле, из этого рассказа об Иосифе, прямые цитаты мы увидим в книге Даниила. Которая все же написана несколько позже окончательного составления текста пяти книжья. Хотя, может быть, с точностью пару сотен лет может быть отнесена примерно к той же эпохе, ранней послепленной. И так, вот некоторый сон, в котором доносится до виночерпия и хлебодара некоторая весть свыше, которую они не в состоянии интерпретировать. И вот они сидят в смущении, думают, что бы это все могло означать. Причем надо заметить, что сны очень похожи. Потом выясняется, что обозначают они разные вещи. И да, Иосиф истолковывает один и второй сон правильно, должным образом, так как потом и происходит. Но тем не менее, сны похожи очень. Вот нам виделись сны, говорят эти чиновники Иосифу, а некому растолковать их. И, соответственно, Иосиф говорит, ну истолкование от Бога не от этих ваших осирисов или каких-нибудь еще существ с волчьими головами. Истолкование от Бога, один есть Бог, говорит Иосиф. Это здесь совершенно не центральная мысль в этом рассказе. Когда автор первой части книги Даниила будет цитировать, практически цитировать, пересказывать аналогичный сюжет в своей книге, там будет гораздо четче указано, что действительно от того Бога, которому поклоняются в данном случае, в случае Даниила, отроки. Здесь Иосиф говорит, вот от Бога истолкование, не от этих ваших всех существ. Поэтому, конечно, говорит он, вы не можете истолковать. Было бы странно. И вот рассказывают они сны, виночерпи, говорит, вот виноградная лоза и вот там чаша фараона. И я, значит, подлую эту чашу фараону. И Иосиф говорит, через три дня фараон вознесет главу твою, возвратит тебя на твое место. Ну, хорошо, ладно. Через три дня можно будет увидеть, так это или нет. А хлебодар похожую вещь видит тоже, только у него не виноградная лоза, а корзина с пищей, изделия пекаря, ну, то есть всякие, как это теперь мы называем хлебобулочные изделия. Да, и вот прилетели птицы, там клевали из корзины. Тоже три корзины, похоже. Но ему Иосиф по каким-то причинам, нам абсолютно непостижимым, конечно же, говорит, что вот это значит, что через три дня фараон снимет с тебя голову твою. В отличие от Даниила, вернее, от автора книги Даниила, здесь автор рассказа даже не упоминает о том, что там Иосиф, скажем, молится, как молится Азария, там, ныне просим у тебя, Господи, милости от Айни сей. Не то, чтобы Бог прямо ему отвечает и говорит, скажи так. Вначале, в самом упомяном, рассказа о толкованиях, сказано, не от Бога ли истолкование, и все, это, в общем, считается достаточного рассказа, такой вполне себе лаконичный. Ну и вы вот на третий день, как сообщает нам автор этого рассказа, все получилось так, как Иосиф и сказал, как он и истолковал эти сны. Был день рождения фараона, праздновали, там тосты говорили, все такое, все как положено в день рождения фараона. Ну и вот сделал он пир и вспомнил о главном виночерпи и главном хлебодаре. И, соответственно, велел одного вернуть, а второго повесить на дереве. Если бы делать художественный фильм на этот сюжет, мне кажется, даже и не один существует, то, конечно, я бы изобразил здесь фараона, говорящий веники-беники или вареники, потому что непонятно, абсолютно не имеет значения, чем они отличаются. Виночерпи, Асклебодар, почему одного вернули, другого повесили. Вот взбрело это фараону в голову и все. Важно, что в этой совершенной неопределенности и невозможности предсказать, что получится, почему причины найти тех или иных событий. Вот в этой действительно беспричинной случайности Иосиф каким-то образом знает, что будет. С точки зрения египтянина, конечно, можно будет сказать, что он угадал. Но для автора понятно, что, конечно же, это некоторый дар Божий. И дело-то происходит в тюрьме. В предыдущем эпизоде, в предыдущей серии, так сказать, вот он там был благословлен Богом, управителем дома Патифара и, соответственно, на доме Патифара было за Иосифа Божьей благословением. Вот теперь он в тюрьме. И все равно Бог видит Иосифа. Бог дает ему некоторую мудрость, проницательность в смысле способности проникнуть в некоторые тайны. Бог его в этой тюрьме не бросил. Он по-прежнему остается избранным Богом, хотя там это формально никоим образом не проговорено. Тем не менее, для всего сюжета это очень важный вывод именно в 40-й главе, что Бог вовсе не на стороне успешных и присутствует с теми, у кого есть успех. А наоборот там лузеров, проигравших, как кажется в этой главе Иосиф, да, в тюрьме, проигравших, вот Бог бросает, забывает, наоборот, говорит нам автор, все наоборот. Именно успех, который там сопутствовал раньше и будет еще сопутствовать Иосифу, это результат того, что Бог видит его, результат того, что Бог благословляет Иосифа, а не какие-нибудь перепятили обстоятельства его жизни. Конечно, в связи с этим не может не возникнуть, по крайней мере, у современного читателя вопрос, а как же так получилось, что Иосиф, с которым Бог, и за которого таким образом благословляется дом Путифара, почему он, вот как вообще так получилось, что оказался он в тюрьме? Вроде бы, как так быть не должно. Ну и вот действительно в предыдущей главе мы видели эту жену Путифара, которая оклеветала Иосифа и подвергла его такому испытанию. Вот эта человеческая злоба, подлость, если называть вещи своими именами, человеческая подлость, она может причинять людям несчастье, но благословение Божье удерживает от окончательной гибели. Вот так примерно видит эту всю картину автор. Субтитры создавал DimaTorzok